Друзья, всем привет! С вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас очередной ТОП, но сегодня у нас ТОП игровых телефонов. Предыдущий ТОП игровых телефонов зашел прям, ну, очень хорошо, но единственное отличие того видео от этого, там были игровые телефоны недорого. И сегодня мы поговорим о самых лучших топовых решениях на 2019 год. Друзья, у нас не так много времени, поэтому обязательно ставь лайк, а мы начинаем. Первый телефон Motorola Moto Z3 Play. И, наверное, вам уже становится плохо от этого ТОПа, друзья, но не торопитесь, не торопитесь делать выводы. Сейчас мы пробежимся по характеристикам. Экран здесь Full HD+, разрешение 6-дюймовый, и это AMOLED-экран. 636 Snapdragon установлен. Да, друзья, 636 всего лишь в игровом телефоне. Скажете вы, на самом деле, друзья, это не игровой телефон, но я включил его в этот ТОП по одной очень важной причине, о которой я упомяну немножечко попозже. И видеоускоритель Adreno 509. Версия на 4.64 начинается, и в Antuton выбивает приблизительно 115 тысяч баллов. Тоже для игрового телефона, друзья, ну, прям вообще немного. Батарея 3000 мАч, маленькая, и цена у него около 18 тысяч рублей, или же приблизительно 290 долларов. О камерах мы не будем говорить в этом ТОПе так подробно, буду просто говорить, сколько мегапикселей на основной камере. Здесь 12 мегапикселей. USB Type-C есть, NFC, друзья, есть. Но в чем же самая главная фишка этого телефона, почему он все-таки включен в топ игровых телефонов? Moto. Компания Moto, вообще Motorola, да, она известна тем, что у нее есть Moto-моды. Вот такая фишка, как бы, их телефонов. Так вот, один из таких Moto-модов это Moto Gamepad. Да, геймпад настоящий, который подключается к этому телефону, и ваш обычный телефон вдруг становится игровым. Причем все официально, то есть нормальное, хорошее, правильное подключение, без всяких кастомных прошивок, без всяких костылей. То есть напрямую вы подключили и начинаете рубиться в игре. То есть все великолепно, идеально подходит, без каких-либо косяков. Moto Gamepad нисколько не изменился за время своего существования. Это по-прежнему достаточно компактная накладка на заднюю часть. С правой и с левой стороны, в которой присутствуют все необходимые органы для управления в играх, крестовина, пара стикеров, триггеры, кнопочки там всякие разнообразные и все такое. Четвертое место это действительно уже игровое решение ZTE Nubia Red Magic Mars. Здесь экран 6 дюймов, Full HD плюс разрешение и IPS-матрица. Здесь 845 дракон, видеоскоритель Adreno 630 и версии есть на 6.64, 6.28 и 10.256. То есть самая козырная и большая здесь на 10 гигабайт и 256 встроенная. Это в принципе для телефона уже очень даже неплохо. В общем в Antutu выбивает около приблизительно 310-320 тысяч баллов. Батареи на 3800 мАч, Quick Charge 4.0 и телефон этот стоит приблизительно 400 долларов. Около 27 тысяч рублей. Основная камера нашла с мегапикселей, USB Type-C есть, Minjack, друзья, тоже есть. Смотря на этот телефон вы видите, что это действительно уже какое-то такое игровое решение, потому что присутствует игровой дизайн. Red Magic, именно такое название носит это устройство, не имеет каких-то уникальных игровых особенностей, таких как 120 Гц дисплей. Однако за счет стильного углового корпуса и RGB подсветки оно выглядит очень красивым и интересным игровым решением. Для улучшения отвода тепла внутренняя часть смартфона отделена трехслойным графитовым покрытием, а снаружи предусмотрены специальные отверстия для охлаждения, расположенные на задней стороне. В одном из них, кстати, спрятан и динамик. То есть видно, что здесь неплохие такие игровые решения применяются в этом телефоне. Видно, что компания Nubia работает в этом направлении. Или же компания ZTE пытается найти определенные решения. Самый большой минус этого телефона это его ценник около 400 долларов. Все-таки Nubia еще не такая вот раскрученная и большая компания, чтобы вот закидывать нам такие ценники. Заслуженное четвертое место. Третье место, друзья, наверное, самый знаменитый телефон или же самый распространенный или же известный или же вам знакомый телефон это Xiaomi Black Shark. И давайте приближимся по характеристикам. Здесь экран 6 дюймов, Full HD плюс разрешение и это IPS матрица. Здесь знакомый до боли всем 845 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 630 и версии есть на 6,64, 8,128 и 8,256. То есть все абсолютно топовые решения для этого телефона. В Antutu он выбивает около 300 тысяч баллов, чуть даже больше. Батарея на 4000 мАч. То есть очень хорошая батарея. Пока что в этом топе она самая большая. И основная камера на 12 Мп, но она, честно говоря, так себе работает. И самое главное, по мне, друзья, это ценник этого телефона. На данный момент это самый дешевый игровой телефон, который вы можете себе позволить. Именно из прям таких настоящих правильных игровых телефонов. И он стоит приблизительно 320 долларов или около 22 тысяч рублей плюс-минус, друзья, в зависимости от курса доллара. Поэтому на Алиэкспрессе вы можете урвать такую версию именно на глобалочке со всеми остальными плюшками и прелестями за такую вкусную приятную цену. Наверное, это самое главное в Xiaomi Black Shark. USB Type-C есть первый геймерский смартфон от компании Xiaomi, которая ворвалась очень стремительно на этот рынок. Во-первых, своей, конечно же, ценой, но и, в принципе, дизайн получился такой не стыдный. Если честно, друзья, мне понравился дизайн тем, что он все-таки отличается от всех других игровых решений сегодня на рынке. Видно, что компания Xiaomi подошла с каким-то своим особенным шармом, сделала свой дизайн. И этот телефон, друзья, ни с чем или ни с кем, по сути, не перепутаешь. То есть, и вам показывают, и вы понимаете. Окей, это Black Shark от компании Xiaomi. Из других геймерских особенностей в смартфоне присутствует игровой лаунчер, который можно запустить с помощью выделенной физической клавиши и совместимость со специальным внешним геймпадом, упрощающим управление в динамических играх. Но, если честно, этот геймпад, он просто не очень практичен, не очень удобен. И, к сожалению, он не совместим со многими играми. Допустим, где-то он просто-напросто не поддерживается. Заслуженное третье место. Друзья, прежде чем мы продолжим, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, делайте репост этого видео, пишите любой комментарий, что вы думаете по поводу этого топа. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. Второе место. Razer Phone 2. Здесь экран 5,72 дюйма, IPS-матрица, это Quad HD разрешение, и это EXO-дисплей. Процессор здесь 845 Snapdragon, Adreno 630 видеоскоритель, и версия здесь на 864. В Antutu выбивает около 300 тысяч баллов. Батарея на 4000 мАч, неплохо. Основная камера на 12 Мп. И, друзья, ценник, наверное, это самая большая беда этого телефона. Около 50 тысяч рублей, или же приблизительно плюс-минус 800 долларов. NFC есть, USB-C, друзья, в этом телефоне тоже есть. Один из самых, наверное, первых правильных игровых телефонов, как думают многие. Действительно, компания Razer и Razer Phone позиционируются только как геймерские смартфоны. И, наверное, от Razer пошли уже все остальные телефоны. То есть, они посмотрели, увидели, что есть определенный спрос. Компания Xiaomi, компания Asus и другие компании. Ринвель сделать игровые решения для конечного потребителя. Фирменный логотип, который можно настраивать под себя. То есть, чтобы он светил синим, красным, желтым и так далее. Или же переливался и так далее. То есть, это действительно очень красивое, правильное, такое, грамотное решение. Но отпугивает, наверное, в первую очередь, друзья, именно этот ценник. Ну и второй момент, который на 2019 год не устраивает многих, наверное, это передняя часть смартфона. Экран здесь не такой большой, но рамки сверху и снизу просто толстенные, друзья. А, конечно же, в этих рамках спрятаны динамики. И в этом есть определенная фишка. Этого телефона, когда вы играете, то звук прямо на вас направлен. И это очень удобно. То есть, вы погружаетесь, можно сказать, лучше в игру за счет вот этого звукового правильного сопровождения. Но даже эти колоночки прикрыты обычным пластиком, друзья. Ну, за такую цену, друзья, как-то это стыдновато. Конечно, там есть внутри умное, правильное какое-то охлаждение. Все остальные фишки, которые нужны для этого телефона, присутствуют. Хорошие, действительно, стереодинамики, которые бомбят очень даже неплохо. И, кстати, это будет неплохим решением, если вы смотрите фильмы. Наверное, самое большое отличие этого телефона от всех остальных в этом топе, это экран на 120 Гц. Ну и на первом месте, друзья, Asus ROG Phone. Наверное, самый правильный игровой телефон на сегодня. Здесь экран 6 дюймов, Full HD+, разрешение, и это AMOLED-матрица. Здесь 845-й дракон, конечно же, понятно. Adreno 630, версия на 8, 128, даже есть на 215 гигабайт встроенной памяти. Все великолепно, все круто. Этот процессор, друзья, 845-й дракон здесь немножко разогнанный. То есть, он специально сделан для игр. В Antutu он убивает приблизительно 310 тысяч баллов. Батарея основная на 4000 мАч, великолепно, большущая, отличная батарея. Основная камера на 12 мегапикселей. И ценник, друзья, здесь действительно очень даже конский. Около 70 тысяч рублей вы можете купить его за минимальную версию. Это около 1000 долларов. USB, TFC есть, NFC есть. Смартфон входит в известную игровую линейку ROG Republic of Gamers. Так что в нем производитель применил многие технологии, которые ранее использовал в своих ноутбуках. Продвинутую систему охлаждения, подсветку, высококачественный дисплей и многое другое. Первое, конечно, это облик телефона. Что касается его внешнего вида. Asus ROG Phone действительно говорит о том, что он абсолютно топовый ультра-игровой телефон. Лучшего решения, друзья, игрового на данный момент просто не существует. И об этом даже говорит сам дизайн этого телефона. То есть, он выглядит абсолютно брутально. А на корпусе Asus ROG Phone установлены дополнительные кнопки для игр. В верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с жанром игры. Наверное, самая большая прелесть этого телефона, помимо того, что здесь AMOLED-экран с частотой обновлений в 90 Гц, это дополнительные плюшки к этому телефону. Их здесь просто куча. Навалом были разные обзоры, распаковки. Это активное охлаждение. То есть, действительно, стоит вентилятор, который вы подключаете. И он активно охлаждяет этот телефон. Это фишка. Прикольно, классно. Не было такого, друзья. И вот Asus выкатила вот такое решение. Геймпад, пожалуйста, подключается без всяких проблем. Различные хабы, также док-станция. Нет какого-то другого игрового решения, игрового телефона, который предоставил бы вот такой спектр всякого разнообразного, для того, чтобы любой игроман был удовлетворен всеми потребностями этого телефона. Вот все в нем, друзья, есть. Но если вы сейчас думаете, эй, друг, подожди, конечно, это очень круто, но дайте мне, пожалуйста, телефон недорогой, чтобы на нем можно было поиграть. Друзья, есть другой топ на моем канале. Сейчас выйдет ссылочка сверху. И также здесь ссылочка появится. И вы можете посмотреть топ недорогих игровых телефонов.